Нападение произошло около 7 часов вечера. Буквально в 100 метрах от последней точки маршрута инкассаторов поджидали. Стреляли из автомата практически в упор. Очевидцы рассказывают, что произошло, поняли не сразу. Слышу плю-плю-плю-плю-плю. Я раз смотрю, дверь открыта, что-то там какая-то суета, клац и крики какие-то. И всё, открытая дверь осталась. И я поэтому, почему я вышел на улицу. Что их увидят, преступники не боялись. Стреляли в светлое время суток в жилом квартале. Свидетели происходящего вызвали скорую и милицию. Да, я увидел один, как бы, ну, плюется кровью. У него была тут прострелена рука. Всё лицо окорвавлено. Один упал сверху на колени. Один показалось, что мне показалось, что он издал звук. Я проверил ему пульс. Пульса не было. Я вообще увидел, что у него дырка в голове. Произошло нападение во время движения. С огнестрельного оружия, похоже, что автомат. Один был убит на месте в машине. Двое сотрудников были ранены. В настоящее время, ну, будем так говорить, их доставили до больницы. Это сотрудники милиции. В результате стрельбы погибло трое. 44-летний экспедитор, 40-летний водитель и 42-летний пропащик милиции. 26-летнему старшему сержанту удалось выскочить из автомобиля и отстреливаясь, покинуть место происшествия. По данным правоохранителей, нападавший был один. Свидетели сняли, как мужчина пытается открыть уже обстрелянную машину ГСО. А позже появилось видео, как он среди белого дня идёт по улице с автоматом в одной руке и пакетами в другой. Там видно, что человек заходит за угол, откуда впоследствии слышна автоматная очередь. Правоохранители считают, что снят момент, когда преступник после нападения остановил машину, выбросил из неё водителя и уехал в сторону ХТЗ. По области был объявлен план сирена. Однако угнанное авто пока не нашли. Это уже шестой случай убийства инкассаторов в Харькове за последние 13 лет. Первое нападение было в конце октября 2001 года. Тогда одного из инкассаторов убили, второго ранили. Новое нападение произошло ровно через три года после первого эпизода. Всего за 13 лет в 14 погибших, но ни одного из дел не раскрыто. Анна Сердюк, Медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова